Сегодня хочу поделиться с вами своими размышлениями над Божьим Словом. Хочу поделиться с вами одним местом из Священного Писания, которое мы вместе будем читать и над которым мы вместе будем раздумывать. Для начала хотел бы задать такой риторический вопрос, который не требует ответа. Бывало ли у вас в жизни такое, когда оценка того или иного человека или того или иного события разными людьми отличается? Один думает по одному, другой думает иначе. Приведу сейчас вам один пример из своего детства. Когда я был ребенком, я очень любил смотреть зимние Олимпийские игры. Я как сейчас помню Олимпиаду в Калгаре в Канаде, Олимпиаду в Лили Хаммере в Норвегии. Вот, будучи ребенком, я смотрел. Может быть, попробуйте угадать, какой любимый вид спорта у меня был, который я смотрел? Хоккей? Не. Лыжи? Не. Не коньки. Фигурное катание, парный разряд. Больше всего я любил фигурное катание. Болел за наших. И когда я смотрел это фигурное катание, меня как ребенка постоянно мучил один вопрос. Вы знаете, когда показывают этот номер, они все разные, все красивые. Мне казались они все красивыми. Но когда заканчивался этот номер, в 9 из 10 случаев судьи, которые выставляли оценки, показывали разные оценки. 4, 5, 4, 6, 4, 8, 4, 0, 5. И только там в каких-то исключительных случаях эти оценки могли совпадать. Уже потом, в более зрелом возрасте, я понял, что на принятие решения человеком или на оценку, которую выставляет человек, влияет много факторов. Каждый судья на свой вкус и цвет, по своим взглядам оценивает то или иное выступление или то иное событие. А теперь давайте себе представим, уже забросим это фигурное катание, если речь будет идти о много более серьезных вещах. И если судьей будет не человек, который поднимает оценку, а судьей будет Господь. Представьте себе, например, что нужно оценить нашу жизнь или нашу веру или то, как мы ходим по слову. Оценка, которую выставляет Бог, она совершенная, она как чистое золото. Потому что она будет приниматься не в связи с эмоциями или взглядами, она будет приниматься в связи с Словом Божьим, с эталоном. Соответствует ли наша жизнь Божьему Слову. И как раз сегодня я хочу поделиться с вами такой историей, в которой Иисус Христос, встретивший одного человека, встретивший язычника, увидев его веру, выставил ему высшую оценку. Вера язычника удостоилась высшего балла. Давайте вместе откроем Евангелие от Матвея, 8 глава, 5-10 стих. Евангелие от Матвея, 8 глава, с 5 по 10 стих включительно. Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его, Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает. Иисус говорит ему, приду и исцелю его. Сотник же, отвечая, сказал, Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кровь мой. Но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я, подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному, пойди и идет, и другому, приди и приходит. И слуге моему сделает то и делает. Услышав сию, Иисус удивился и сказал, идущим за ним, истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Сегодня я хочу, чтобы мы вместе посмотрели четыре принципа, которые я нашел, благодаря которым вера этого сотника удостоилась такого высокого балла или такой высокой оценки от самого Господа. Прежде чем мы будем об этом говорить, я хочу, чтобы мы представили себе эти события, о ком мы говорим, как это происходило. Мы знаем, что Иисус никогда не находился один. Когда Он приходил из одного города в другой, Его постоянно окружали люди. За Ним следовали ученики, которые учились у Христа. За Ним следовали люди, которые желали получить исцеление или просто увидеть чудеса. За Ним следовали представители израильского духовенства, которые искали какое-то несоответствие в словах и делах Христа. И вот представьте себе, что все эти люди стали свидетелями того, как к Христу подошел сотник, говорил с ним, и Христос сказал эти слова. Мы точно не знаем, кто был этот сотник. Можно лишь сказать о том, что многие упоминания о Евангелии, несколько раз упоминаются разные сотники, и всегда это были люди положительные. Об этом сотнике Евангелие умалчивает, как было его имя, к какому воинскому подразделению он относился. Мы не знаем, находились ли эти римские войска в Капернауме или где-то рядом, откуда он пришел. Но мы точно знаем, что сотник или центурион, это был командующий сотни, центурии. Легион состоял из 60 таких подразделений воинских, в каждом из них было по 100 человек. Сотник или центурион, это кадровый офицер, профессиональный солдат. На эту должность брали или в этой должности находились, как правило, представители знатных сословий, обеспеченных семей, средних слоев общества. Это не была элита Римской империи, но это были те солдаты или это были те офицеры, на которых эта армия держалась. То есть это была важная боевая единица. Структура и иерархия римской армии достаточно сложная, когда я пытался в ней разобраться. Один сотник там, человек в ранге сотника мог командовать и 100, и 200, и вплоть до 600 солдат. Мы не знаем. Но мы знаем, что это был человек облеченной властью. Он сам говорил о том, что у него находятся в подчинении люди, которым он приказывает, и они слушаются его. Мы знаем о том, что это был человек, у которого была и власть, были солдаты. Мы также знаем о том, что это был представитель ненавистной для каждого еврея оккупационной власти. Которая находилась в то время там и в том месте. Итак, четыре принципа. Четыре принципа, о которых я хочу, чтобы мы говорили. Первый. В шестом стихе мы читаем, как сотник обращается к Христу. Господи, слуга мой лежит в расслаблении и жестоко страдает. Вы знаете, ничего удивительного в том, что кто-то пришел ко Христу и попросил об исцелении. Я сейчас попробую вам напомнить историю. Может, вы мне подскажете. О ком просил начальник синагоги Иаир? О дочке. О ком просил царедворец? О сыне. Кто принес расслабленного и разобрал крышу того дома, где проповедовал Христос? Друзья. О ком пришел просить сотник? Он пришел просить о слуге. 99% уверенности я могу заявить. Не уверен на 100%. Но слугами в Римской империи, в домах римских граждан, как правило, были рабы. Слугами в домах римских граждан были рабы. Сотник пришел просить о рабе. Я хочу зачитать выдержку из энциклопедии. Я специально себя зачитал ее. Положение раба в Римской империи. С юридической точки зрения раб как личность не существовал. Во всех отношениях он был приравлен к вещи. Поставлен наравне с землей, лошадьми, быками, повозками. В случае болезни раба, какой особый цинизм, обратите на это внимание. В случае болезни раба его отвозили умирать на заброшенный остров Эскулапа, на реке Тибр. Где ему предоставляли свободу умереть. Один из древнеримских политиков, писатель, известный как Катан Старший, дает такой совет. Он советует продавать старых быков, больной скот, хворых овец, старые повозки, железный лом, старого раба, больного раба и все ненужное. Больной раб, знак равно, все ненужное. Представьте себе, дорогие друзья, что в то время лечение стоило очень недешево, очень дорого. И даже человек, даже свободный человек, который не имел средств, он не мог его получить. Тем более раб. Представьте себе, что для того, чтобы его слуга, его раб был исцелен, этому римскому сотнику не просто нужно было из пункта А прийти в пункт Б. На глазах у всех людей он подошел к Христу и он просил его. Послушайте, в то время, когда люди, которые считали себя верующими в Бога, ходили за Христом, и он учил их о любви к ближнему, сотник, этот римский офицер, он уже практиковал эту любовь. Итак, первый принцип. Первый принцип. Сотник пришел просить о слуге. Он видел своего ближнего. Он не посчитал себя выше. Он не посчитал себя чем-то большим, чем этот раб. Он позаботился о нем. Следующее. Опять же, шестой стих. Очень интересный момент. Или второй принцип. Помогите мне и скажите, как два обращения, с которыми люди обращались к Христу. Как они его называли? Рави и Учитель. Как обращается сотник? Господи. Дальше он еще раз говорит. Господи. Послушайте. Многие люди, ничего удивительного, ничего удивительного в том, что за раввином ходили ученики, не было. Ничего удивительного в том, что в Христе видели учителя, пророка, целителя не было. Но этот римский офицер, он назвал его Господи. Знаете, я не знаю греческий язык, я не читал слово, которое в оригинале он произнес. Я видел его, но оно ничего мне не сказало. Я попытался прочитать значение слова Господи, его корень. Что оно могло значить в устах язычника, неверующего человека? Слово Господи происходит от корня господин, хозяин. Хозяин имущества, хозяин своих слух, хозяин их жизни, хозяин всего, что есть. Послушайте, в то время, когда люди, окружавшие Христа, видели в нем учителя, пророка, целителя, этот римский солдат увидел в нем Господа. Тем более удивительно, друзья, человек, который наделен был властью, я не знаю, насколько, как распространялась, как много распространялась власть этого офицера, но человек, который сам был наделен властью, он признал Христа тем, чья власть намного больше. И обратился к нему словами Господи. Более того, он неоднократно назвал его Господом. И он назвал его Господом не при встрече где-то ночью, или вечером, или где-то у колодца. Он назвал его Господом при всех, публично заявил это. Следующее. Следующий важный принцип, это то, как сотник оценивает себя, и как Христос оценивает его. Мы уже знаем, какую оценку получил сотник от Христа. В 10 стихе сказано, что Иисус удивился и сказал, идущим за ним, «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры». Что же отвечает сотник, когда на его просьбу прийти и исцелить его слугу? Христос отвечает, что я пойду. Сотник же отвечает, это 8 стих. Сотник же отвечает, сказал, Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кровь мой. Я не достоин, чтобы ты вошел под кровь мой. Послушайте, богословы, исследователи Нового Завета, просто проповедники имеют много теорий, почему сотник так сказал. Одни говорят, что он был язычник, и он понимал, что жилище язычника является нечистым, и Христос туда не войдет ни в коем случае, поэтому, опередив события, он сказал эти слова. Некоторые утверждают, что что-то у него, как у язычника дома, такого было, что он не хотел бы, чтобы Христос видел. Может быть, идолы какие-то, может быть, еще что-то нечистое. Я не знаю, какая точка зрения правильная, но я знаю, что в то время, когда многие люди мечтали и хотели бы, чтобы Христос был у них дома, этот сотник сказал, Господи, я не достоин. Знаете, когда я пытаюсь вспомнить еще о библейских героях или о людях, о которых упоминает Библия, о которой говорили, я не достоин, я вспоминаю фарисея и мытаря, который молился в храме. Я вспоминаю Моисея, которому Господь говорил идти говорить с фараоном, и он, Моисей, тот, который был выбран, тот, который был достоин, что он сказал? Он говорил, Господи, я не достоин. Я вспоминаю Иоанна Крестителя, который был величайшим из пророков, о котором Библия говорит, который говорил, я не достоин. И этот сотник в одном ряду с ними Признал себя недостойным Знаете, мы иногда бывает Тоже там где-то как-то так На публику можем сказать Вот спасибо, я не заслуживаю и так далее Но если заглянуть глубже Представьте себе на минуту Я такой пример себе нарисовал Или такую иллюстрацию Сейчас много меценатов Людей, которые действительно Богатые, обеспеченные люди Которые обеспечили свое будущее И своих детей И они жертвуют деньги На те или иные проекты Или просто жертвуют каким-то людям На какие-то нужды Представьте себе, что завтра Там где вы находитесь На работе или дома К вам приезжает представитель Одного из вот таких вот людей Вручает вам миллион долларов И говорит, мы взвесили твою жизнь И следовали ее Вот тебе сумма денег Мы думаем, мы считаем Что ты сможешь разумно потратить эти деньги И вы взяли эти деньги в руки Подумали, говорите, стоп Я не достоин Пожалуй Пусть мой брат или сестра Потратит эти деньги Он лучше, чем я Распорядиться ими Знаете, я когда про это думал Я даже сегодня в машине Еще утром сидел Над этим думал Ну я честно скажу Я не знаю, ли я смог бы их вернуть И найти кого-то более достойного Ну Это пример такой Может быть, знаете Всегда Всегда нас такие вещи касаются Они нам близко Но послушайте А если бы вдруг завтра Христос сказал Я буду у тебя Буду ужинать у тебя за столом Ну я думаю Каждый из нас бы уже бросился бы Там Прибирать Готовить угощение И только Какой-то малый процент Бы сказал Господи А может быть Есть кто-то более достойный Чем я Скажу вам больше Я буду откровенен Я сейчас Без всякого лицемерия говорю Я уверен Что в этом зале Есть люди Намного более достойные Чтобы стоять здесь Я не считаю Так же себя Кем-то особенным И каждый из нас Лишь потому Что мы оказались Здесь в воскресный день Этот сотник Он показывает Пример Смирения Перед Христом Его признание Своего недостоинства Он был достойным Человеком На самом деле Друзья Его поступки Его слова Его дела Нам говорят об этом Но Перед Христом Он выражал Своё смирение Следующее Четвёртое Ответ Который даёт Сотник Он буквально Прозвучал так Скажи только слово Скажи только слово Скажи только слово Послушайте Все четыре Евангелия Когда мы читаем их Они говорят нам о том Что постоянно Много людей Находилось с Христом И достаточно большой Их процент Находился лишь потому Что хотели видеть Чудеса или знамения Ещё один процент Ходил потому Что хотел получить Исцеление Ещё кто-то Ходил ещё почему-то Сотнику Не нужно Было никаких Доказательств Он верил В то Что слово Христа Способно Исцелить Его Раба Его слугу Знаете К сожалению В нашей жизни Очень часто Бывает так Какие-то сферы Нашей жизни Регулируемы Нашим жизненным Опытом Какие-то Получаются Регулируемы Нашими знаниями Нашими финансами И только там Почему-то Где мы бессильны Мы говорим Господи Мы верим Твоему слову Пусть будет По слову Твоему Я хочу вас Хочу вам Отметить Такой момент Друзья Как вы считаете Этот сотник Имея жалование Гораздо более Вышее Чем у солдат У легионеров Имея власти Имея людей В подчинении Он был способен Приказать Чтобы его Раба лечили Или хотя бы Заплатить За это лечение Да Он был способен Но Ему не нужно было Он верил Его веры Было достаточно Друзья Веры было достаточно Когда я Начал только думать Об этой проповедью Я уже начал Задавать экзамены В повседневной жизни И сегодня И я думаю Что они будут У каждого из нас Если вы говорите Если вы Хотите верить Его слову Это Вы должны И мы должны И я должен Мы должны верить Его слову В каждой сфере Нашей жизни Не в какой-то Отдельно взятой Сотник верил Его слову И эти слова Были голосом Веры Написано Друзья Написано Что Христос Не просто Сказал о нем Вы представьте Себе Что стояли Вот эти вот Люди Вокруг Я представляю Как скрежетали Зубами Эти представители Фарисеев Эти 4 принципа Я просто хотел бы Пожелать Своё сердце Переоценить Его Соответственно Ли Этим принципам Которые Содержатся В Божьем Слове Продолжение следует... Продолжение следует...